Девушки отдыхают 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 подниматься, брать этот чай-кофе, выпивать, наполнять дальше и так далее. Но при этом внимательно в теплой атмосфере внутри и внешне слушать эту лекцию. На этом введения закончились. Теперь давайте поприветствуем здесь в Минске Чарльза Гранта. Вы уже ознакомились с темой выступления. Она обширная, в то же время очень актуальная. Снижается ли влияние Европейского Союза? Сейчас мы услышим, снижается ли оно или нет, по мнению Чарльза Гранта. Но прежде позвольте мне несколько слов представления нашего лектора. Чарльз Грант является директором, одним из основателей очень известного и авторитетного аналитического центра Великобритании, Центра европейских реформ. Он историк и политолог по образованию и по образу действия, наверное, можно так сказать. Сфера его исследовательских интересов включает достаточно большой спектр. Это и Россия, это Китай, это внешняя и оборонная политика Европейского Союза. Это такие темы, как атлантические отношения, евро, как деньги и, конечно, вопросы глобального управления. За свою карьеру Чарльз Грант работал в таких изданиях, как Euro Money, это финансовый журнал, конечно же, The Economist, всем нам хорошо известный. И сегодня он является регулярным автором, его статьи можно найти в таких изданиях, как Financial Times, International Herald Tribune и многие другие. Поэтому мы сегодня послушаем, но мы будем потом внимательно еще читать всевозможные публикации Чарльза во всех СМИ мира и этой планеты. Ну и последнее, что нельзя не сказать, Чарльз является кавалером, я убежден в двух смыслах этого слова. Сейчас скажу о втором, кавалером двух орденов, Французского ордена за заслуги и Британского ордена Святого Михаила, переведем это более на наш манер, и Георга. Так что еще раз приветствуем Чарльза Гранта. Спасибо, что вы с нами. The floor is yours. Чарльза, благодаря за то, что его пригласили сегодня сюда. Он также говорит, что это не первый его визит в Беларусь. Первый визит произошел 8 лет назад, второй раз он был 5 лет назад, и сейчас это третий его визит в Республику Беларусь. Но он не только будет в Минске, но еще завтра отправится в Гродно. С лекцией. I've obviously come here to learn, and I'm sure I'll learn a lot from your questions. But what I'm going to talk about is not Belarus, but the European Union. And the question I'm considering is, is the EU a declining power or not? Конечно же, Чарльз приехал сюда не только представить свою лекцию, но и учиться, узнавать новое. Естественно, это новое узнавать из тех вопросов, которые ему уважаемая аудитория будет задавать. Кроме того, его лекция будет основана на таком глобальном вопросе, снижается ли влияние Европейского Союза сейчас. I'm going to divide my talk into three parts. The introductory section will talk about the period of growing EU power and activity from 1985 to 2010. The main part of my talk will be on all the difficulties the EU has experienced since 2010. And my conclusion will ask whether or not in the future the EU will go up or go down. Сегодняшняя лекция Чарльз будет состоять из трех частей. Первая часть будет посвящена тому времени, когда Европейский Союз развивался, развивался успешно. Это охватывает временной период с 1995 до 2010 года. Вторая часть сегодняшней лекции будет посвящена тем сложностям, с которыми столкнулся Европейский Союз после 2010 года. И третья, заключительная часть лекции будет связана с тем вопросом, который является основной темой сегодняшней лекции. Является ли Европейский Союз силой на сегодняшней международной арене? So, to start with the good years, if you like, from 1985 to 2010, the first thing the EU did that's important is it grew. It got bigger. It took in Spain and Portugal. It took in Austria, Sweden and Finland. And then in 2004 to 2007, it took in ten countries from Central and Eastern Europe, as well as Cyprus and Malta. That was an enormous explosion of size. Начнем с хороших лет. С 1995 года Европейский Союз рос и развивался. Рос происходил практически непрерывно. Были присоединены Испания, Португалия, Австрия, Швеция, Финляндия. В 2005-2007 году также произошло еще одно значительное расширение Европейского Союза, когда в его состав вошли около десяти государств в Центральную Европу. Most of the countries that joined the EU had been either right-wing military dictatorships, like Spain and Portugal, or communist dictatorships. But all the countries that joined are now more or less democratic. They are stable and they are incredibly prosperous. The countries of Eastern Europe that joined the EU, like Poland, are now, in most respects, rich and successful economically and politically. примерно все эти страны, которые присоединились к Европейскому Союзу за эти годы, имели в прошлом либо военный режим, либо коммунистический, к примеру, как Испания с военным режимом или Португалия. Однако сейчас в этих всех странах благополучные демократические правительства. Кроме того, все страны, как Восточная Европа, которые присоединялись, к примеру, Польша, которые были раньше коммунистическими, сейчас также являются благополучными, успешными в экономическом плане европейскими государствами. The second thing the EU did in those years, particularly in the late 1980s, but also, more recently, was establish a single market, the world's biggest single market by value, of 500 million mostly prosperous people. Еще одна вещь, которую сделал Европейский Союз за эти годы, это создал общий и единый рынок, который подразумевает собой большое пространство и большое количество людей, которые пользуются товарами на этом рынке. The single market is not just a customs union or a free trade area. It's much more complicated. It means having one set of business regulations that applies across all the countries so that, for example, if a tractor made in Britain complies with British regulations, everybody else in the EU is obliged to allow that tractor to be sold because there is so-called mutual recognition. So, this is very intrusive in terms of memory, which is not only a free trade area, but also it means that the whole business, which is on this territory, is regulated by the same and the same rules. It means that the tractor, for example, created in Britain, is under the standards and standards in any other country of the European Union. So, this is very intrusive in terms of member states giving up control over what can be bought and sold in their countries and over business regulation. It's quite clear why many countries of the European Union consider such a position of the European Union in terms of involvement in national affairs of the state. The third thing the EU did was set up a single currency, which for those members which joined it, which is now 18 out of 28 member states, a massive session of sovereignty. The European Central Bank in Frankfurt sets interest rates for all the countries in the single currency, the euro, and the European Central Bank in Frankfurt И, по крайней мере, за первые 10 лет после ее создания, в 1999, это работало довольно хорошо. Европейский центральный банк, расположенный во Франкфурте, устанавливали процентные ставки для всех остальных банков, стран-членов Европейского Союза. Можно сказать, что с момента своего образования он работал достаточно хорошо. The fourth thing that the EU did that mattered in the golden years was institutional integration. A lot of majority voting on decisions, meaning that individual member states lost their veto. Also, the European Court of Justice, which is the court for the EU, taking key decisions. The European Parliament gaining more and more power. And the European Commission, which is the executive, also having more and more power over national regulation. Кроме того, в эти золотые, так сказать, воды Европейского Союза, важным достижением была ситуация в институциональной сфере. Во-первых, был принят ряд законопроектов, которые позволили принимать решения при помощи принципа большинства. Кроме того, был создан суд справедливости, который также стал играть значительную роль во внутренних делах Европейского Союза. Кроме того, увеличилась роль Европейского парламента, а также роль исполнительного органов власти Европейской комиссии. Все это, так или иначе, снизило влияние национальных государств на политику самого Европейского Союза. The fifth and final achievement of these good years was the attempt to build a common foreign and security policy. И пятым достижением этих золотых хороших лет явилась попытка построить общую внешнюю политику и политику безопасности. Первым представителем данного направления политики Европейского Союза стал Соланом в 1999 году. Также был создан, более позднее, комитет по внешним делам Европейского Союза, практически эмбрион будущего Министерства иностранных дел Европейского Союза. Кроме того, мы могли наблюдать, примерно 10 лет назад, политики добрососедства, которая явилась одним из векторов Европейского Союза. И его попытка влиять на страны соседствующие со странами и членами Европейского Союза, не присоединяя их, не введя их в состав непосредственно Европейского Союза. И мы также видим, что начинку европейского Союза, в последние годы, особенно после 1998. Так что иногда, когда американцы не хотят быть участвованы, милитарные операции не только НАТО, но и ЕС. Есть около 30 оперативных операций в различных местах мира. В частности, университет, иногда и университет для настоящих солдат. Кроме того, мы можем говорить, что за эти годы была попытка создать определенную военную стратегию развития Европейского Союза. За 1998 года Европейский Союз участвовал примерно в 30 различных военных операциях. Это были либо миротворческие операции, либо гуманитарные. Все то, что Чарльз перечислил выше, все эти пять пунктов, это то, что Европейский Союз пытался сделать в течение своих золотых лет развития. Однако в последние пять лет, после 2010 года, что-то пошло плохо. И хотя основная тема сегодняшней лекции Чарльза это глобальное влияние Европейского Союза невозможно говорить об этом глобальном влиянии, не говоря о внутренней силе или о внутренней слабости самого Европейского Союза. Если ранее Европейский Союз использовал так называемую мягкую силу, основная суть, которая заключалась в том, что менее важно было, что делал Европейский Союз, чем то, чем он влиялся. Европейский Союз никогда не пытался влиять на своих соседей, завоевывая их, забрасывая их бомбами, но просто представляя идеальную картинку, показывая то, к чему необходимо этим государствам стремиться. Но как сторонник Европейского Союза Чарльзу приходится сейчас признавать, что за последние пять лет сияние вокруг этой идеальной картинки несколько уменьшилось. The first problem I will mention is the euro crisis, and it is very complicated, and to save time I won't go into a lot of detail. We can talk about it more in discussion later. I'll just mention the main aspects of the crisis. The financial crisis which began in 2008, the global financial crisis, exposed the design flaws in the construction of the euro. The global crisis, which began in 2008, was very heavily affected by the European Union's value on the euro. In particular, there was a growing gap in competitiveness between the countries of Northern Europe and the Southern European countries. This was caused by a lack of structural economic reform in Southern Europe, and the Southern European countries, some of them, not following the rules on public deficits. Borrowing deficits. The reason for this is the fact that, first of all, many new European members of the European Union experienced structural problems in the economy, due to the fact that some basic structural reforms were not made. In other words, the rules of the European Union were violated by the European Union. So there was a debt explosion of public debt and in some countries private debt. And in order to balance the books and eliminate the deficits, a lot of the countries in Southern Europe had to cut spending very viciously. The Germans are the strongest country economically, and they set the agenda for dealing with the crisis. But in my view, they made a lot of mistakes in the medicine they imposed on the EU. They insisted or over-emphasized the need for austerity, as a result of which the European economy and the Southern European economies shrank quite a lot and created mass unemployment in many countries. Germany is one of the most powerful economies of the European Union. In this country, there was a program for the release of the crisis. However, from the point of view, some of the points of this program were quite serious. And all this led to a significant pressure on European European countries, which led to the growth of these countries. This excessive emphasis on austerity led to very high unemployment, which leads on to the second problem, which is that the EU is increasingly unpopular across much of the continent. All this led to the growth of poverty in Western European countries, and the fact that the popularity of the European Union was falling among the relatives. People blame the European Union for the economic crisis. They also blame the EU for another thing, which is that there are too many immigrants in our countries. That is what many people say, particularly in Northern Europe, because the arrival of the Central European countries in the EU has led them to emigrate into the richer Northern countries, which creates a lot of social tension. And the third reason for the EU being unpopular is that the EU does produce too many rules and regulations, some of which seem a bit funny. For example, they came up with some rules last year to regulate the kinds of shoes that hairdressers are allowed to wear. People are becoming fed up with the intrusive regulations from the Brussels bureaucrats. And the final reason I believe why the EU has become unpopular is that we have had very weak and unimpressive leaders in Europe. We have one quite strong and effective leader, Angela Merkel, who has run Germany for 10 years, but even she has no understanding of economics at all. Francois Hollande is a very weak leader who has got embroiled in sex scandals and has not much interest in the future of the EU. Francois Hollande also does not have much knowledge in the European Union. He has been involved in a lot of sexual scandals, and he does not want to say that he is very worried about the future of the European Union. David Cameron is obsessed with renegotiating membership and then having a referendum on whether Britain stays in the EU. So he cannot leave the EU. And the European Commission, which used to lead the EU, has lost its influence because of too many rules and regulations, and because Boroso, the current leader, is widely seen as a weak man. As a result of all these problems, the EU is pretty unpopular across much of Europe, and the anti-EU political parties are expected to do very well in the elections of the European Parliament in May. So, in the European Union, the idea of the European Union, the concept of the European Union is very popular, which leads to the political elite who are set against the European Union. It is clear that they will get the majority in the elections in May. Right-wing nationalist parties and left-wing Marxist parties will probably win about a quarter of the votes in the European elections. The third set of problems the EU faces is that the British government says it might leave the EU. The British are even more hostile to the EU than people in other European countries. The British are even more hostile to the EU than people in other European countries. There is a particular problem with a party called the United Kingdom Independence Party, which is not a fascist party, but it is anti-immigrant and it is anti-EU and wants to leave the EU. The right-wing conservative party, which leads the government at the moment, is scared that the UKIP, the Independence Party, will steal votes from it and therefore they will lose the election next time. As a result, conservatives are trying to copy UKIP's policies by being more and more anti-EU and more and more anti-immigrant. The right-wing conservative party, who are now in Great Britain, are afraid that the party of the party of the United States will take the votes, which could have belonged to them. As a result, Mr Cameron has promised a referendum on membership of the EU in 2017 if he wins the next general election. And the opinion polls suggest that it is quite possible that the British will vote to leave. If they do leave, that will have a big impact on the European Union. Because without the British, the EU would be much less sympathetic to the United States. Less in favour of free trade and free markets. And it would also greatly weaken the embryonic foreign and common foreign and defence policy. So the people who are most worried about the British leaving are probably the Americans. It was General de Gaulle who said that the British are a Trojan horse for US interests in Europe. And I suspect many Russians agree with General de Gaulle. So they often say that British are the horse that the Americans join in the European Union. So it is quite likely that the representatives of Russia were willing to agree with it. The final set of problems are those about the foreign policy and the defence policy. Нельзя сказать, что опыт Европейского Союза в построении общей внешней политики был полностью негативным. Нет, там были и хорошие моменты. Европейский Союз внес большой вклад в обсуждения и переговоры по вопросам с язерным оружием, язерной проблемой в Иране. Россия, China and the Americans for many years followed the EU-led diplomacy and if the Americans and I are probably in the lead, the Europeans still play an important role in this successful diplomacy. Россия, Китай и Соединенные Штаты долгие годы шли в русле европейской политики по этому вопросу. Another success has been to broker a peace agreement between Serbia and Kosovo which is a tremendous achievement of the European Union. Because the EU has the carrot of membership to offer Serbia and Kosovo, it has some leverage over them and it is forcing them to make friends. However, in other parts of the world the EU foreign policy has been less successful because the Europeans are too divided and they don't agree. But in other parts of the world the European Union was not so successful and the first reason is that the European Union is too different in itself and the European Union can't come to a common agreement. Despite the European neighbourhood policy applying to the south as well as the east of Europe, we have had very little influence on the Arab Spring with a few exceptions such as Morocco and Tunisia where the Europeans have had influence. Despite the six countries covered by the eastern partnership, Ukraine, Belarus, Moldova, and Tunisia, Ukraine, Belarus, Moldova, and Tunisia. There has been mixed results. I won't say much about Ukraine now because we have no idea what's going to happen. But it does seem at least for now that the policy has worked for the European Union. for Georgia and Moldova because the EU has offered them a lot of aid in return for political and economic reform and so far in those two countries there have been some good results. In Azerbaijan, Armenia and Belarus, the EU has achieved very little. Also, with regard to China and Russia, the EU countries have been too divided to be very united in their policies on anything other than trade policy. In particular, perhaps we can discuss EU policy on Russia in the questions and answers if people are interested because I've got quite a lot to say on that. As for European defence policy, it has failed to fulfill expectations. Some of the peacekeeping missions have achieved real results. For example, the rule of law mission in Kosovo, the naval fleet attacking pirates near Somalia, and the police mission in Bosnia. But the Europeans have failed to integrate their defence industries. And in particular, regrettably, there is no relationship between the EU and NATO, but all because of the problem between Turkey and Cyprus, which prevents the EU and NATO even talking to each other. There is no relationship between NATO and the EU. There is no relationship between NATO and the EU. There is no relationship between NATO and the EU. And the main reason of this is the agreement between Turkey and Kyprus. The only relationship between this situation helps even begin some dialogue. But the real problem is, as Bob Gates, the former US Secretary of Defense remarked, the EU is becoming demilitarized. Every country in the EU is cutting its defence budget, except for Poland. For example, in Britain, my country, the size of the army is shrinking in the next few years from 105,000 soldiers to 80,000 soldiers. And we have no aircraft carriers in Britain anymore. So that example is being copied by most other European countries. And therefore, you know, in my view, the EU is too much relying on soft power and forgetting that occasionally you may need to use hard power. However, that's enough of the problems which I've now listed. And what I want to say, to conclude, is why I'm not entirely gloomy about the future of the European Union. And why the EU will remain, I believe, a fairly influential global player. But it's enough about the problems. And Charles will turn to the question of why he thinks that everything is not so bad. And why the European Union will remain a very strong player on the world. The first reason is to come back to my own country, the United Kingdom. In the last few weeks, I've thought it more likely than not that the UK will remain in the EU. I say this because within the last week, Ed Miliband, the leader of the opposition Labour Party, has said that if he becomes Prime Minister, he will not hold a referendum on EU membership. Why is he involved in that time? Because the leader of the opposition party, or the Israeli party, has said that if he comes to the government, he will not have a referendum on the issue of the United Kingdom in the European Union. This makes it more likely we will not leave. Also, the business community is starting to speak out on the benefits to business of staying in the EU with access to the big market. The other reason I'm a little more optimistic about Britain is the impact of the Scottish referendum on independence from Britain to be held next September. Also, one factor is the referendum that will be held in the European Union next summer. Ironically, the arguments for independence of Scotland from the UK are really the same as the arguments for the UK leaving the European Union. The arguments for leaving are simple, romantic, emotional. Do you want to be ruled by other people or your own kind? The arguments for staying in either the United Kingdom or the EU are complicated, economic, numerical and rational. The arguments for staying in either the United Kingdom or the European Union are much more difficult for understanding, with a lot of numbers, more rational and with a lot of economic indicators. The opinion polls are now suggesting that the Scottish will vote to stay in the United Kingdom. And I think that will have a knock-on effect on the bigger question of Britain staying in Europe. I should point out that the referendum in Scotland will be conducted on a very different basis to the referendum in Crimea yesterday. The television stations in Scotland will be legally obliged to give equal time to both sides of the argument. And both the Scottish nationalists who want independence and the British government, which does not want independence, agreed on the question to be asked and agreed on the procedures to be followed during the referendum campaign. Okay. My second reason for being optimistic about the future is that the economic crisis and the Eurozone crisis are less serious than they were. The Euro still has many problems, but thank God the Germans have seen the error of their ways and they have relaxed the austerity that they are imposing on southern Europe. The European Central Bank, to its credit, has promised to intervene in the markets to buy bonds of the countries in difficulty, if necessary, and this has created much more confidence in the financial markets. Some of the problem countries like Spain, Portugal and Ireland are returning to economic growth, though others like Italy and Greece still remain in very serious difficulties. My final reason for optimism about the future of the EU is that Mr Putin is helping the future of the EU enormously by making us realize that we have values in common in the European Union. The more that Russia appears to be a threat to some of its neighbors, potentially EU members like the Baltic States or Poland, the more we understand, we have interests in the EU, the more we understand, we have interests in the EU, the more we have interests in common, we have values in common, the more we feel a sense of solidarity within the EU. The more the more your philosophical politics is to become an international democracy in foreign people, it is about the European Union. The more the indigenous countries you have heard of the European Union which is more aggressive politics. И именно действия господина Путина помогут убедить правительство Британии, что им лучше оставаться в Европейском Союзе. Там их ждет гораздо более спокойное будущее. На самом деле, наиболее важной страной для общей внешней политики Европейского Союза сейчас является Германия. Germany used to be very, very reluctant to criticize Russia on anything because of the very important economic ties between Germany and Russia. But now Angela Merkel sees that France and Britain have weak leaders and that she has to lead the EU's response to Russia. And she sees that in order to lead, she can no longer be on the pro-Russian side of the argument within the European Union. She has to be in the center of the argument. Therefore, to the annoyance of German business leaders, Germany will support some degree of economic sanctions against Russia because of what it's doing in Crimea. And most of us in the European Union believe that in the long run, Russia may lose considerably. from Western economic sanctions. The Russian economy faces very serious problems in the future. And most of the experts believe that in the long-term perspective, Russia may lose a lot of sanctions. I've come to the end of my talk, so let me make a concluding comment. The EU will never be very good at hard power, but it is potentially a very important soft power. In order to strengthen its soft power, it needs to solve our economic problems, become more unified on foreign policy and also have a more generous offer to its neighbors in its neighborhood policy. The European Union will use its own soft power. The European Union will use its soft power. In order to use it correctly and effectively, it is necessary to solve the problems that exist in the European Union. Despite the many problems that I referred to, the EU has the capacity to modernize reform and change, and therefore I believe it has a fairly good future ahead of it. The European Union has the potential to become a significant player on the global market. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well, as you can see, as you can see, Mr. Putin is not only on Angela Merkel, but even the child starts to cry. But, however, we will look forward to this call. And now we will move forward to our всевозможным questions. Please, let me ask the first question. I will use the right to find the place in the near future. The following question is about the romantic and emotional argument. Only if we look at a different topic. You, Mr. Grant, as a result of the European Union, the fifth goal of the European Union, the following so-called, the latter, the one, 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 the two, the one eminent to the opposite of charisma Вы закончили лекцию о неплохих перспективах Евросоюза и способности Евросоюза быть красивым, сильным, богатым и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова — Факт, который приводит шанс в следующий. К примеру, в долгие годы существовала проблема, шла в возможность, угроза того, что Иран начнет бомбить Израиль. — Ну там уж как получится. — И если Европейский Союз смог эту угрозу нейтрализовать, предоставив определенную за снижение экономических санкций определенные условия по безопасности, по снижению напряженности в этой ситуации, то это определенное достижение внешней политики Европейского Союза. — Yeah, but it's not enough to claim that the EU has a capacity for becoming a global leader. Would you conclude in the talk? — No. Well, that's a matter of opinion. I mean, I mentioned the other example I mentioned in the talk already was between Serbia and Kosovo. Let me say something more then. I do think the EU has a potential to have a strong and unified policy vis-à-vis Russia, which it hasn't had up till now. But I think, as I hinted before, but didn't state explicitly, it has a real potential to have a fairly united front dealing with Russia now. Как было замечено Чарльзу, это не является достаточным аргументом, поэтому Чарльз вспомнил, что кроме всего этого, это достаточно успешное решение проблемы с Косово. Кроме того, у Европейского Союза есть определенный потенциал в решении в отношениях с Россией. В отношениях с Россией существует две проблемы. Первая, что для северно-европейских стран очень важна проблема прав человека. Южно-европейские страны, члены Европейского Союза, не так пекутся об этом. Кроме того, некоторые европейские страны зависят от поставок энергоносителей из России. Некоторые нет. Но несмотря на эти разногласия, последние события объединили европейцев. И я оптимистичен, что они могут сформулировать общую политику в отношениях с Россией. Китай, конечно, очень важный государство на мировой арене, чем Россия. И до недавнего времени европейцы не сильно проявляли себя в построении какой-то общей политики с Китаем. Но им будет проще договориться о общей позиции по вопросу Китая, потому что у европейцев скорее всего будут более общие интересы по отношению к этой стране. Ни одна европейская страна не зависит от китайских энергоносителей. И все страны европейские хотят открыть китайский рынок, инвестировать в него и продавать на этом рынке свои товары. И все европейские страны надеются, что Китай построит, если и не демократию, то такой тип общества, в котором будет главенствовать закон. И также европейцы надеются, что китайское правительство Китай как страна, как игрок на глобальной арене, будет играть более значимую роль в управлении. И очень показательно с точки зрения Чарльза, что два дня назад на заседании Совета по безопасности ООН Китай, вместо того, чтобы поддержать Россию при решении проблемы с Крымом, воздержался. Sorry, that's a long answer to your question. Sorry. Ну что, вопросы? Катя, пожалуйста. Екатерина Глот, I'm a non-resident of Robert Bosch Academy, Calvary-Chatham House. I'll say it's in English and then I'll... Я переведу по-русски вопрос. Basically, my question concerns the idea that Putin put forward not so long ago, concerning the creation of the free trade area between the European Union and the single economic space between Russia, Belarus and Kazakhstan. I understand that Ukrainian development may have put a completely different spin on anything on the part of the European Union currently on this topic. But, theoretically, do you think the European Union would ever consider creating a free trade area with this, you know, common single economic space between these three countries? Can it do so in theory? And, I mean, how realistic in your view this idea is? I asked a question about the fact that Putin предложed not so long to the European Union to create a free trade area between the European Union and the European Union. That's a very interesting and important question. I don't think it is possible for Ukraine to be in the Customs Union and to have the deep and comprehensive free trade agreement with the EU. For Ukraine? For Ukraine. Because the Customs Union, which you are part of here in Belarus, has high tariffs, and these are higher than the tariffs that the EU has. So, for that reason, and probably other technical reasons, I don't think they are compatible. So, I don't think you can merge the EU's own economic space and the Customs Union into a single space. I think it is impossible to combine the European Union and the European Union in one space. But, the EU could have a free trade agreement with the Customs Union, as far as I can see. It did say previously that it would be prepared to have a free trade agreement with Russia when Russia joined the WTO. The EU said that. The problem is, when Russia joined the WTO, it didn't actually follow the WTO rules. In a large range of subjects, including things like the automobile industry and others, the Russians are simply not following the rules. So, until Russia does follow the rules, the EU will not be interested in a free trade area with Russia and, by implication, the whole of the Customs Union. Having said that, I do believe the European Union should take the customs union seriously as an entity and be more willing to talk to it than it has been. However, when I take the attention of all this, I think that the European Union should be more seriously looking at it as an entity as a YK on the economic arena. And to have a relationship with them. You have talked a lot about sanctions regarding Iran, but we know that the German and the French companies are very often harassing them. How do you think that if the economic sanctions against Russia will be imposed by the political will, and these sanctions will be maintained? Or economic pragmatism, and these sanctions will be violated, as well as Iran? It is true that initially some French and German companies went on doing business in Iran despite the sanctions. But in recent years, my understanding is that the Americans have got so tough and so heavy that the French and German companies who were doing business in Iran have stopped doing business there, stopped doing new business there. America is quite vicious at punishing any company from any country that trades with Iran. The sanctions have worked. Which is very unusual if you look at the history of sanctions throughout time, usually they don't work very well. But the Iranian leadership is now desperate for a deal on its nuclear program. But in Iran it worked. Okay, now the question you asked was about Russia. Well, the sanctions on Russia, so far envisaged, are quite mild and quite moderate. They are not nearly so strong as the sanctions that have been imposed on Iran. I.e., they are not, as with Iran, punishing any company that deals with that country by denying its access to global financial markets. I don't know what sanctions the Americans are planning, but I would guess that only if Russia starts taking bits of eastern Ukraine would these kinds of very strong sanctions be imposed. Of course, even the possibility of sanctions is having an impact on the Russian economy today. The ruble has fallen by 20% in a month. The ruble has fallen by 20% in a month. Most probably tomorrow Putin will announce that he'll annex Crimea, and most probably once again he'll stop by it. Nobody really thinks that, almost nobody thinks that he'll occupy eastern Ukraine. And given this scenario, and given the European dependence, partial dependence on Russian resources, what possibly can Europe do? What are the range of measures that are open to Europeans right now, given all you've mentioned about the problems with integrity with foreign policy? Well, I'm glad to hear you say that you think Mr. Putin won't do anything in eastern Ukraine. I mean, probably you're right, I hope so, but I would say until now he keeps on surprising us. I just, this is in parentheses, nobody in the European Union or the American government had any idea that he would do in Crimea what he's doing in Crimea. The western governments are very, very bad at predicting Putin. Of course, if Putin annexes Crimea, the EU and the US cannot stop him. Neither the EU nor the US can stop Putin from annexing Crimea if he wishes to do so. But he will face particularly difficult legal difficulties, if he does that, rather than pursue the alternative option of simply leaving Crimea as a kind of transnistria with an indeterminate legal status. Well, it's probably possible that Mr. Putin can get a certain legal consequences of annexing Crimea. And it would be better for him to leave a certain status of Crimea, as the same thing was in Pridniester. Because if Russia permanently illegally occupies or annexes this territory against international law, this would affect the legal basis of all the European agreements with Russia. You can see some of this if you look at the EU's agreements with Israel, which is illegally occupying Palestinian territory. It's not impossible for the EU to trade with Israel. It does trade with Israel, but there are tremendous legal difficulties which limit the trade. The EU and Israel. My name is Yanor Sakonyi, and I'm the team leader of an EU project here in Belarus, which is a horrific task, I mean a huge task, to increase the capacity of the Belarusian governmental organizations in EU-related matters. A very huge task. In that respect, I would like to ask you, Mr. Grant, what brought you to Belarus? And the background for this question is that we do need such interesting people and such interesting events regarding the EU, etc., because it seems that many people know everything about the EU, but in fact very few know even at an acceptable level. So it is a big, big question and that's why I find this very interesting. And the second short question is, do you see good points in the European neighborhood policy for the future? The two are kind of interrelated. What is your feeling about it? My name is Yanor Sakonyi, and I work as a director of a new project here in the EU, in Ukraine, which must increase the potential of the state government in the EU. And I think this is an important part of the European Union. Why should I be here? Theسassence of the European Union is here. After this I will ask this for a question here. Но, наверное, есть все-таки разница, потому что я не так много хороших писателей, чем у нас. Вот. То есть зачем, да? Если интересно, и как восточное партнерство выглядит сегодня, какие шансы может он видеть как ученый? Спасибо. Хорошо. Ну, там есть две очень интересные вопросы. Почему я здесь? Ну, я здесь, действительно, потому что я пришел twice before к этому страну и думал, что люди были очень интересные и очень хорошие. Это частью этого дела. Secondly, я боюсь, что ваша страна будет заболевать от остального мира. Это действительно так. Я, конечно, никто не думает о Беларусь. Когда мы смотрим на эту партнерскую партнерство, люди обычно говорят о Украине. Вы всегда говорите о Украине. Тогда, после Украины, они говорят, ну, ну, мы лучше думаем о Молдове и Георгия, потому что, знаете, они следующие пункты для России. И никто никогда не говорит о Беларусь. Я думаю, что это шанс. И третья причина, я был приглашен по центру европейских исследований. Я благодарю за приглашение, и я благодарю за битву Бритву за финансирование моего ticket, чтобы я мог бы летать здесь, потому что я работаю на think tank с нет денег. Так что, эти причины, почему я здесь. Ему, Чарльзу, председатель, два очень интересных вопроса. По поводу ответа на первый вопрос. Чарльз здесь уже, как я уже говорила, не в первый раз. Ему очень нравятся люди здесь. Ему очень интересно с ними разговаривать. Во-вторых, он считает, что Беларусь забыта мировым сообществом. Практически никто не хочет ни говорить о Беларуси, ни узнавать что-либо об этой стране. Все говорят об Украине. Когда ситуация на Украине развивается настолько непредсказуемо, все предпочитают говорить о Молдове и Грузии, как о потенциальных точках, на которые может надавить далее Россия. Ну и кроме того, он был приглашен центром европейских исследований. А также ему помогли прилететь сюда посольством Британии, в Республике Беларусь, за что ему большое спасибо. Что касается ответа на вопрос по поводу политики добрососедства, Чарльзу понадобится примерно полчаса, чтобы хорошо ответить на этот вопрос. Но это, с его точки зрения, весьма важный вопрос, поэтому позвольте ему посвятить этому одну-три минуту. Примерно вся история развития политики добрососедства можно поделить на три исторических периода. Первая – это примерно с 2005 года до событий арабской весны, которое случилось в 2011. Вся эта политика строилась на условиях, то бишь, если страны участвующие в этой программе выполняли определенные условия, то они получали определенную помощь. К сожалению, эта политика не особо хорошо сработала в арабских странах. Все случилось из-за того, что такие страны, как Франция, Италия, Испания, которых были определенные экономические интересы в Северной Африке, были в большей степени заинтересованы, чтобы продавать туда свои товары, а не о том, чтобы заботиться об уровне демократии граждан этих стран. После арабской весны, Европейский Союз осознал, что его политика добрососедства не принесла значительных результатов в Северной Африке и в то же время, как и в Восточной Европе. И была заводна новая политика добрососедства. Основным принципом, который являлся тот факт, что Европейский Союз более строго относился к выполнению поставленных им условий. We won't give you aid unless you help improve your political and economic systems. And the EU recognized they needed to offer its neighbors more. So there was the so-called three M's introduced, and the three M's were money, more money, markets, more market access, and M for mobility, more access for workers to come into the European Union. Была представлена определенная стратегия, так называемая трех M, деньги, money, рынки, markets, и мобильность трудовых сил. Таким образом, при выполнении определенных условий Европейского Союза, странам, которые выполняли эти условия, предлагалось больше денег, доступ на большие рынки, и возможность мобильности их граждан. We delivered on the money. There was more money. We did not deliver a lot on the markets, because some Mediterranean countries did not want farm goods from North Africa to disrupt their own farm markets. Although we're all drinking Moldovan wine in the EU now to help the Moldovan economy. And on the third M, the mobility, we've not done very much, because most people in Europe don't want more immigrants coming into their countries. The conditionality, this time, we really are applying it. So, with regard to this country, as everybody knows, the EU has said to Belarus that we can have a bilateral relationship with Belarus under the Eastern Partnership if political prisoners are released. I think the EU is serious about the conditionality, but I do say that the final phase in the neighborhood policy should be in the EU. the third and best of all phase, which is that there must be a bigger offer to the neighbours than there is today. So, the EU is very closely referring to the conditions that the EU is present. However, the EU is saying that the EU should make a more attractive proposal to its citizens. The neighbourhood policy has been too technocratic and too technical, all about aligning industrial standards with Europe's industrial standards. You have to do some of that, but it should be more political and the EU should have more visibility in the neighbouring countries. For example, you could invite the leaders of the neighbouring countries to European Union summits. Some people think also that the neighbourhood policy will never work unless you offer the carrot of membership of the European Union. You cannot offer that carrot to North Africa because the North African countries and the Levant countries are not in Europe. It is possible that one day the EU will be prepared to offer that membership perspective to the European countries which are neighbours, particularly Ukraine, Moldova and Belarus. That may happen one day, I cannot predict that. However, it is possible that this will happen. However, it is possible that this will happen when the European Union will offer a membership to not African countries, but European countries that are dealing with the European Union such as Ukraine, Belarus and Moldova. In particular, let me mention the example of Ukraine. If Ukraine turns itself into a second Poland, nobody in the EU would say we can't have you in. Sorry for the long answer. Thank you. Please. Вопрос ближе к теме. Скажите, в связи с тем, как вы уточнили политические инструменты, экономические, отчасти себя либо дискредитировали, либо не погадали свою эффективность первоначальному планированию, какова вероятность парадеидального сценария, что путем эскалации в нескольких точках ситуация скатится к 60-м годам, аналогичные 60-м годах, от начала холодной войны. То есть это внешний виртуальный или реальный противник и так далее. Объединение на этом фоне. Я точно share the premise of your question, и это более или более то, что я сказал earlier. Я basically agree, но если вы сидите в Португал, или Мальта, или даже Артем, Россия очень многое другое, и вы не будете too worried о возможной опасности. Так что у нас еще есть проблема из-за асимметричной перспективности, даже с последними событиями. Но тем более, что Путин становится assertив и, apparently, aggressive, тем более, что Европейцы увидят common threat, я думаю, и тем более, что они действуют и уничтожатся в их политике. Чарльз был бы склонен с вами согласиться, говоря о том, что общий враг объединяет. Однако следует отметить, что, допустим, для гражданина Португалии или Мальты агрессивная политика России представляется по-иному, чем, например, для гражданина Германии или любой другой страны. И, однако, несмотря на такое асимметричное осознание и понимание внешних угроз в Европейском Союзе, следует отметить, что подобная ситуация будет способствовать формированию общей внешней политики Европейского Союза. Однако с тем же, похоже, происходит сейчас в экономике кризис, который сейчас накрыл Европу, еврокризис, он будет способствовать формированию более тесных экономических связей между странами, которые используют евро. Поэтому, несмотря на все это, можно говорить о том, что сейчас Европейский Союз в большей степени объединяется, чем разъединяется по отдельным национальным государствам. Как Вы оцениваете перспективы снижения энергетической зависимости Европейского Союза от России? И насколько этот кризис в Украине будет являться стимулом? Может быть, Вы можете дать какой-то прогноз? Как будет происходить вот это? Что будет происходить в этой сфере энергетической зависимости Европейского Союза? Сегодня Европейский Союз получает примерно 20% энергоносителей из России. Определённое количество энергоносителей приходит из скважин в Северном море. Кроме того, что-то европейцы бедирают из Африки. Я думаю, что в последние годы, в последние годы, доля энергоносителей, которые поставляются из России, выросла. Но в долгосрочной перспективе, Европа будет в меньшей степени зависима от российского газа. Это связано с тем, что когда Россия несколько раз отключала газ, который идёт на Украину, некоторые европейцы замёрзли. И осознали, что они не могут рассчитывать на Россию как порядочного поставщика газа. И с тех пор Евросоюз пропагандирует политику диверсификации. Например, мы соединяем разные национальные рынки в Европе, чтобы газ может流ать два раза между другими странами. Европейский союз пытается объединить и объединяет определённые национальные рынки энергоносителей, чтобы был возможен транспорт газа из одного государства в другое. Многие европейские страны строят фабрики по сжижению природного газа. Например, это делает Литва для того, чтобы можно было брать газ из моря. Кроме того, в Европейском союзе существует большое количество различных инструкций для того, чтобы использовать энергоносители эффективно. Поэтому использование газа немного снижается. И естественно, очень важным в этой ситуации является нахождение природного газа на шельфе станцевых газов в Соединенных Штатах Америки. Америка не будет большим экспортером газа, энергии. Большое количество сжиженного природного газа из Америки понизит цены на европейском рынке. Это создает значительные финансовые проблемы для Газпрома. В следующие несколько лет Америка разрешит экспорт собственного газа в Европу. Таким образом, в целом, Европа становится менее зависима от российских энергоносителей. Хотя отдельные европейские страны, к примеру, Германия, все равно также сильно зависит от поставок российского газа. К примеру, в Германии около 40% энергоносителей приходят из России. За последние 10 лет Центр европейских реформ, из всех исследований, которые проводятся, какой процент посвящался теме России и какова была динамика? То есть этот процент за последние годы снижался, уменьшался и сейчас будет он повышаться? Наверное, это было около 10% нашего работа. И это было довольно константно на этом уровне. Наверное, это увеличивается сейчас, потому что Россия становится больше, как Россия становится более проблемой, она становится более важной для Европы и, поэтому, для моего думателя. Процент исследований, посвященных России, составляет примерно 10%, и это достаточно стабильный показатель. Хотя за последнее время интерес к России вырос, и что логично в свете того, что Россия начинает создавать сложности на мировом рынке. Еще вопросы были у Артема? Или кто там? Вот, пожалуйста, у вас еще не было. Меня зовут Анна, я работаю на программу «Клоун» телеканал «Белсад». И я бы хотела спросить вот что. Я услышала в лекции большой скептиз по поводу Евросоюза, или потому что в британском обществе есть такие настроения. И вот у меня вопрос по поводу Беларуси. Мы очень много говорим о России, а о Беларуси мало. Скажите, является Евросоюз той структурой, куда стоит стремиться Беларуси? Это такой наивный вопрос. Ну, я думаю, что это должно быть близко к Евросоюзу. Я имею в виду, как мы говорим в английском, не пытаясь прыгать до того, что вы научите прыгать. Вы должны, я думаю, что вы должны быть экономичным и политическим эффектом А на одном из них не поднімить. Потому что эти areas у нас в России Так что вы хотите увидеть, что если вы посмотрите от полков scептиз КП, Валтик, Романгрия, Романгрия Или даже Благодаря, Романя, они все хорошо ALBEФИТИНОМОСЛИ Себо приспособление бессмыряным and old industries, inefficient companies may lose their jobs, close down but in the long run you've got no choice in the globalised competitive world but to modernise and become more productive and economically stronger you could do that best through integrating with the EU which is a much bigger and richer market than Russia so that's on the economic side I believe politically if you become members of the neighbourhood policy full members of the Eastern Partnership which is part of the neighbourhood policy then again that would be beneficial because you would modernise your political system and I'm delighted that there are gentlemen here from the European Union who are helping you to develop your systems and your bureaucracy and your administration so that you are better able to do work on border management or whatever it is that's a long and slow process that can only be beneficial because we have high standards in Europe we have high environmental standards high standards of governance we do have too many rules sometimes we're not perfect but we do have high standards and we have global standards and the EU sets global standards for many things so I would say you would definitely benefit from becoming closer to us in the long run if you become closer to us you may wish to apply for membership you don't have to I mean Switzerland is very close to us without being a member they're not members but they've integrated their economy quite well you don't have to join but if you do join you have to give up some sovereignty that's true I mean it's not it's not a free lunch if you join the EU you'll have Brussels bureaucrats bossing you around the benefits are being part of one of the most influential and successful prosperous democratic free market clubs in the world that's your choice ultimately it's up for the people of Belarus to decide if you want to move very close quite close or go the whole way and become members it's really your choice your freedom you should do what you wish необходимо начать с более простых вещей не нужно бежать прежде чем научились ходить поэтому прежде чем стремится в Европейский Союз возможно стоит просто стать ему ближе естественно что это даст большие преимущества в экономической сфере к примеру потому что Европейский Союз представляет рынки рынок гораздо более богатый гораздо более эффективный в сравнении например с рынком России с другой стороны если посмотреть на те страны которые присоединились к недавно к Европейскому Союзу несмотря на те значительные преимущества которые они получили существует ряд недостатков потому что многие компания национальные компании не смогли выдержать конкуренции с более крупными игроками из более развитых стран Европейского Союза поэтому естественно предположить что при более тесных отношениях с Европейским Союзом точно такое же может произойти и в Беларуси это все касается экономики что касается политики естественно что было бы Европейский Союз предоставляет достаточно строгие инструкции всевозможные законы регулирующие различные сферы деятельности и принятие этих этого законодательства унифицирование его даст определенные преимущества Беларуси и определенные определенный толчок для ее дальнейшего развития это и какие-то унифицированные законодательства например в сфере защиты окружающей среды в сфере ряда в ряде отраслей и так далее смысл в том что необходимо начать с малого к примеру начать активно участвовать в политике добрососедства к примеру и таким образом стать немного ближе к примеру Швейцария хотя не входит в Европейский Союз однако экономика этой страны достаточно плотно интегрирована в экономику Европейского Союза и страна пользуется всеми теми же преференциями и прекрасно себя чувствует однако следует помнить что за все эти преимущества положительные стороны приходится платить отдав определенную часть суверенитета то есть возникнет та же ситуация когда национальное государство будет управляться бюрократами из Брюсселя и многим возможно это не нравится но в целом с точки зрения Чарльза естественно что преимущество не просто от вступления в Европейский стремление к Европейскому Союзу но даже от более близкого сотрудничества с Европейским Союзом предостаточно чтобы сотрудничать и эти самые отношения налаживать слева по флангу эффекта которую право превратить для üстей в Генера как созданный Беларусь куда-то достигает с Европейским Союзом? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не гражданское общество в какой-либо стране, национальном государстве помогает стране сблизиться с Европейским Союзом, а именно Европейский Союз помогает гражданскому обществу. К примеру, несколько лет назад, когда посещал Чарльз Беларусь, он встречался с большим количеством представителей различных негосударственных организаций, которые жаловались на то, что очень сложно для них работать с какими-то программами Европейского Союза, потому что для этого необходимо быть зарегистрированы негосударственные организации, таким образом иметь определенные банковские счета и так далее. Вернувшись к себе, Чарльз написал несколько статей на эту тему, отмечая, что необходимо некоторый пересмотр существующей политики в области сотрудничества с негосударственными организациями в национальных государствах. Продолжение следует... Из подачи Чарльза, Польша и Швеция продвинули идею о создании специального организации, по примеру, с той, которая находится в США, и именно данная организация Европейская фонд в поддержку демократии работает с негосударственными организациями, как в Беларуси, так и в ряде других соседствующих стран и, возможно, достаточно успешно работает с негосударственными организациями. Конечно же, проблема заключается в том, что этот фонд финансируется в большей степени за счет Польши и Швеции, и вполне возможно, что другие страны, члены Европейского Союза, также должны прикладывать некоторые усилия и финансировать эту организацию. У меня вопрос касательно безопасности Евросоюза. Как мы знаем, в свое время Евросоюз пытался создать единую армию, у них это не вышло, так как Франция блокировала решение этого вопроса, опасаясь Германии и ее потенциала. И с этим вопросом, на фоне, с одной стороны, ведения не-милитаризованной политики Германии, и с другой стороны, действий России в Украине, не актуализируется ли этот вопрос о создании единой армии, и если даже нет, то не планируется ли выключение финансирования оборонного контекста? На самом деле сейчас шансы общей европейской армии нулевые, однако некоторые знакомые, Чарльза, которые разделяют федералистскую позицию, говорят, что это было бы неплохо. На самом деле Европейскому Союзу нет необходимости в собственных военных силах, потому что есть НАТО, и именно НАТО обеспечивает безопасность. Согласно договору, основополагающему Северного Альянса, если одна из стран подвергнется нападению, все остальные страны окажут ей поддержку. И НАТО практически целиком зависит от Америки, и Европейский Союз не так много тратит на НАТО, и поэтому без Америки НАТО не будет работать. И распределение ролей в том, что касается политики безопасности между НАТО и Европейским Союзом заключается в следующем. НАТО выполняет более сложные с военной точки зрения операции, в то время как Европейский Союз ограничивается миротворческими операциями. But I agree with your last point, that even though we're not going to see a European army, we may, as a result of recent events, we may see the Europeans reversing what Bob Gates called the demilitarization of Europe. We may spend a little bit more on defense now. Однако, я согласен с вашим последним замечанием о том, что даже если не строить общую армию, события последних дней вполне могут привести к такому варианту развития событий, что Европейский Союз начнет тратить больше на оборону. Может быть, это будет лучше. Субтитры создавал DimaTorzok